Доброго времени суток, дорогие детишки. Как ни странно, игра почему-то сама себя починила. В том смысле, что она работает теперь нормально. Я ничего не сделал. Я, скорее всего, знаю, в чем проблема, кстати, была. Здарова. Получилось так, что я сначала запускаю ОБС, потом игру. Потом игру минимизирую. Запускаю запись, а после этого обратно разминимизирую игру. Правильно? Вот. И мне кажется, что все проблемы, которые у меня были, произошли исключительно из-за того, что игра была минимизирована, а потом анти-минимизирована. Более того, что других я вариантов не вижу. Или, может быть, какой-то внезапно патч случился. Что, вряд ли. Вот. Но теперь все идеально. Запусти, хрень. Фига ты там садишь. У нас немного лото тут, парни. Где ты есть? У меня патронов как бы немного. Для этой пушки. Где-то еще один. Вот он. Тихо, блин. Спокойно. Таре. Меткие какие, парни-то? Эх. Идрить, колотить. О, да. Конечно, по-македонски. Я имел в виду, достань другую пушку-то. Вот эту, да. Для которой у меня патроны уже не влезают. Пицок патронов, блин. Вот это поворот. Что тут у нас? Что тут у нас вообще происходит? Аптека, кстати. Которая, почему-то странно, как-то не использовалась. Ну, в смысле, вроде я взял ее. У меня, кажется, было. А, да, их же как-то надо использовать. А я забыл, как. А, вот так. Я что-то за... Склероз меня замучил. Я что-то, да. Запамятовал. Что нужно вот так делать с аптечками. То есть, их можно складировать. А еще можно послушать всякие сообщения. Кстати, очень логично, что сообщение короткое в достаточной степени на автоответчике. В том смысле, что, ну, обычно в играх в последнее время как не сообщение где-нибудь, там, я не знаю, в каком-нибудь диктофоне или еще что-нибудь, так на 5 минут болтовни. В то время как, ну, нормальное сообщение на автоответчике не может быть длинным. Ты, 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 слышишь, мужик? Харе, вживать-то там. Интересно, прострелить полмодно? Куда это ты гранату кинул? Блин. Харе, пацаны. Блин, эта пушка, конечно, значительно слабее. Чем-то. Ну ладно. На каком уровне сложности я играю? На среднем, кажется. Неплохо, они так больно пидавлены. Мужик, я здесь. А ты-то и не понял. Что-то я в управлении путаю. Где-то тут еще есть. А, вот он. На, по яйцам. Я сначала не понял, что-то я присел, а там, оказывается, просто лестница вниз. Вот ведь. Броню они снимают, блин, быстро. Вообще, они меткие довольно, реально. Пацаны. Пацаны вообще ребята, я считаю. Что же дальше-то будет? Наверное, будет больно. Оля, какая скотина. Кто это сделал? Серьезно. Нифига, мамкин кемпер, ты где? А, вот ты где. Ты ничего не припутал? Я тут вообще-то крутой. А ты хер с бугра. Кстати, у меня граната есть, а как их кидать? Ага. Я забыл. Ну, и... Понятное дело, что... Предельно очевидным способом их метать можно. Надо больше патронов для... Не юмпа, а... Штурмовой винтовки, в конце концов. Куда мне идти, кстати? О, здрасте. Видимо, сюда. Да. Ааа, что происходит? Опа. Как я его четко... Как больно-то, а? Ядрить колотит. Пацаны, успокойтесь. Бронь снимает просто в момент. В момент. Сурово. Это вам... Ну, хотя, да. Хотел сказать, это вам не Half-Life, а потом вспомнил, что там делают так же так же. Даже дверь можно открыть. Та-да-та-да-та-дам. Джингл. Эй-хей. Это выход, интересно, натуральный выход? Ну, в смысле, я отсюда действительно уйду? Просто тут как-то не видно, чтобы можно было залезть. Правильно? Нет. Не умеешь залезать? Залазать. Извините, я что-то затупил. Ну, ладно. Я что-то не обратил внимания, что игра... Я забыл. У нее проблема есть небольшая, в другом смысле. Первые шесть минут были же в маленьком экране, да? Теперь, как я заприметил. Вот. А, это кольцевая дайвоза шестерница. Она, к сожалению, не понимает разрешение 1900 на 1080, или как там, да? Ну, типа, стандартное HD разрешение. А, видимо, мне нельзя в жижу. О, какой-то броник. Жижа, видимо, бьет по лицу больно. И поэтому приходится играть 1280, скажись, на что-то там, 700, там, неважно, да? А АБС не понимает почему-то... Подождите, пацаны. Куда собрались? Я согласен. Шит, действительно. Как в художественном фильме, это, Джеймс Белуши говорил, в Кейнайн, в фильме. Когда собака насрала в клозете, в смысле, шкафу, он сказал, бля... Это, в смысле, срань. Ну, типа, шит, говорит. Вот дерьмо, говорит. А его подруга такая, абсолютно в жопу правильно. Он спрятался за... Опа, хэдшот. Это он переб... Фига он побежал, блин, как? Обратите внимание, он вот так, вот так, вот так, и вот тут вот умер, наконец-то. Фига бегущий, блин, по лезвию. Ого. А, че-то фрейми вдруг упали. Резко так. Почему все так произошло, не знаю. Ну, не суть важна. Странно, но я продолжу. Просто фреймы что-то резко вдруг... Я на что-то посмотрел, и фреймы провалились просто в хламину. А вот игру перезапустил, и все нормально. Ну, так вот, это я... И так же эти зульдаты, говорят. Что, дерьмо, говорят, я говорю. Да-да, это оно. Сейчас вы все немножко помриваете. Уи-и-и. Хе-хе-хе. Я зачем-то аптеку использовал, я не хотел. О, вот ты откуда взялся? Аптек, кстати, довольно много. Что не можешь не радовать. Прямо скажем. Может, я патрончиков уже набрал? Нет, не набрал. В смысле, их немножко есть. Прям пупги, вот один в один пупги получается, блядь, вот это все, блядь. Хе-хе-хе. Смотри, обратите внимание, он даже, он даже тень, ну, все как положено. По-моему, эту игру, кстати говоря, в моменте выпуска, именно в 2005 году, очень сильно хвалили за эффекты вот теней там отдельно, всякое такое, партикл эффектов. Как-то так было, если меня память не подводит. Можно поднять, конечно, старые записи в журналах. Наверняка у меня есть какого-нибудь 2005 года что-нибудь. Какая-нибудь странная игра или что-нибудь в этом роде. В гадалки не ходи. Ой, в одной, в одном из выпусков наверняка что-нибудь про эфир окажется. Че-то он приуныл. А потом развеселился. Феерия просто. Я сначала не понял, че это он так приуныло, а он, оказывается, не умер, он просто типа, бля, говорит, больно, больно, мне больно. Фак, твою мать, ты кто такой. Опс, не попал. Мужчина, вы кто, блядь? Почему вы еще живы? Сколько тебе надо? Ё-моё, это че за танк адовый? Это я понял, что меня убили, но какого хера он такой вдруг? What the fuck? Нет, я все могу понять, но почему он пережил гранаты-то в количестве, тысячи миллионов штук. А почему меня здесь загрузили? Я же вроде... Не знаю. Я смотрю, он каждый раз так делает. Ладно. Ес, continue. Я же... А, нет, серьезно? Я здесь сохранялся в последний раз? Вот ведь... Окей. I need help. Бен, Бен, это Данила. I need help. Его автомат улетел вместе с ним. Но обещал вернуться. Но нет. На нахер. На нахер. На нахер. На нахер. Я не знаю, че там происходит, но надеюсь, он умер. Я думаю, блять, он не умер. А куда ему стрелять? Спицы. Окей, вот теперь он умер. А че он такой... Оре. А че он такой жирный? Э, пацаны. Че за фигня? Эф. 10 миллиметров HV-пенетратор. А могу я пистолеты на пенетратор поменять? Могу. Смотри-ка. Вот так. Пенетратор, говорит. Сейчас посмотрим, что это за пенетратор такой. О, друбаж. Блин, так все вкусно. Я даже не знаю, что использовать. А я могу... Всего три вида оружия, мальчик, вытаскать. Я не знаю, что выкинуть, что оставить. Друбаж, это интересно. Друбаж, как известно, оружие пролетариата. Как мы недавно узнали. Стопай, пацаны, вы куда? Че это вы убегаете от меня? Похоже, они убегают. На нахер. Ох, ты че там кидаешь? Красота. Эх, красота. Гранату он метнул, понимаешь? Вот скотина. Сиволочь. А что там с пенетратором, кстати? Не хотелось узнать. Что значит дверь закрыта? А можно это как-то убрать отсюда? Вы мне предлагаете через жижу, да, метнуться? Не хочу. Ну, можно и так, видимо. Я ожидал, что она, наоборот, ее смоет. А я не смыла. Ну, у меня начнет эта жижа бить, мне кажется, нет? Нет, это просто вода. Она выглядит так, как будто она начнет меня по лицу наяривать. У меня больше не помещается патрон от душевного гана. Вот. А чех так мало? А пойди узнаем. Ну, в общем, да, я вернусь к мысли первоначальной. Что это? Это взрывающийся газ? Да, это он. Вот ведь. Пардон, что так вот. Я сейф просто переписал, поэтому уже не получилось заново просто записать эпизод, так сказать, чтобы вот этой херни не было с маленьким экраном. Ну, я думаю, шесть минут ничего страшного. Не зная, что у меня экран буквально перед глазами, второй, на котором я проверяю, как все работает, я умудрился на него ни разу не посмотреть за эти шесть минут. Как так у меня получилось, не знаю. Ну, я же рак, поэтому. Нет, наверное, граната. Кстати, а что вы мне предлагаете сделать в таком случае? Это... Просто если бы это можно было подзорвать гранатой, я бы ожидал увидеть и, собственно, гранату прямо здесь. Там... А куда идти тогда в таком случае? Я просто не сразу подумал, что она... Ну, типа, я ожидал, что просто ее можно будет кнопочкой F открыть. Оно, видите как. О, здорово. Сломать пришлось. Какая вредность. Вы бы хоть намекнули, ну, что надо именно так делать. Потому что до этого кнопочку F-то вроде надо было все время нажимать, а тут вот так вот внезапно. Ну, ничего страшного, это мелочи. Учитывая, что игра достаточной степени линейности, понятно было, что дальше идти... Обратной дороги нет. Позади Москва. Слезно, прямо там надо было что-то сделать. Пацаны, вообще, ребята, вы успокойтесь уже. Они все заслуживают смерти. Интересно, что они вдвоем появляются. Почему, кстати, эта девочка, до сих пор так и не объяснили. Ну, я знаю, конечно, почему. Да, ну, потому что я играл в следующую часть игры. Но вот... Интрига! Тем не менее, есть. Это нычка какая-то. А как мне взять ее? Видимо, вот так методом ползти. А, фонарик-то есть у меня? Есть у меня флешлайт? Есть, икс. Опа. О, здорово, мужик. Ты что тут с дробашом? Бомж. А, я думал, здесь можно пройти. А здесь нельзя пройти. А как мне попасть в таком случае? Вот туда? Туда есть можно как-то попасть явно? Где-то секретная дырка есть. Ха! Выключись. О, у фонарика даже... О, вот опять фреймы просели. Ай, фак. Где же эта секретная дырка? Ну, явно не там. Там я ушатаюсь. Фиг его знает. Блин, вот это проседание фреймов, почему оно случается спустя примерно 7-8 минут? Фиг знает. Мне, в принципе, не сложно перезаходить просто в игру. Ну, спустя какое-то время. Как только фреймы проселись. Можно же сохраниться в любой момент, да? То есть... Поэтому ничего такого особенного в том, чтобы выйти и зайти обратно. А вы, как говорится, пробовали выключить его и включить его обратно. Вот. То есть ничего такого в этом нет. Но немножко подбешивает, прямо скажем. Не знаю почему. Кстати, кто-нибудь в курсе, что за хрень с Windows? Вот у меня десятка стоит, понятное дело. Что-то у него нету кнопки запустить в этом, ну, программу какую-нибудь в режиме совместимости с XP там или что-нибудь такое. Оно вроде в Properties раньше было. Ну, когда правой кнопкой на ярлык нажимаешь. Всегда там, кажется, было. Или у меня что-то память совсем подвела. Вот. Я туда просто зашел, смотрю, что-то... Не, а нет там ни хрена. Видимо, вот тут так я к крысам попадал, да? Кого-то обголодали, как следует. Хелсбустер. Спасибо. Интересно, кто такой умный догадался сделать фонарик, у которого качаются батарейки? Я даже, честно говоря, затрудняюсь понять. Потому что зачем? Ну, реально, просто зачем? Может быть, это как-то, конечно, будет оправдано ближе, там, к середине игры, я не знаю, или к какой-нибудь другой части игры? Потому что дизайнерское решение максимально странное. Зачем? Типа из серии, да? Здорово. Скажи уже что-нибудь. Дыши. Дыши. Тушься. Тамара родилась. И там сейчас кто-нибудь обгоревший выскочит. Ну, так себе он выскочил, наверное, говоря. На хер идею. Они меня вообще покоцать-то хоть как-то могут? Вот эти призраки все. Пойди, разбери. А что это за инкаминг Антон? А ну, на Реджинс? Какая-то радиотрансляция, да, приходит мне в наушник. Но я ничего не слышу при этом, чтобы кто-то что-то говорил. Оно, типа, просто моргает, и ничего не происходит. Что это у вас тут? Фитель кого-то ушатал опять? Альма. Альма ее зовут. О, а вот и пацаны обратно. Обратно появились. Сколько у вас там еще? Выходи, я знаю, что ты там. Фак, говорит, я согла... Что это с тобой нехорошее такое произошло? Его же расхреначило в кламинку. Мужик, а ты-то откуда взялся? Я же ни черта не вижу. За этим дымом. Блин, весь броник мне сняли. Вы что отсюда выскочили, козлы? А, это для того, чтобы дать мне туда подняться? Потому что я не мог иначе. Окей. Спасибо, конечно, большое. Как это классно вышло стволом вперед. Ты бы хоть так его взял, я не знаю. Ну ладно. Тебе простите. Ты же этот, компьютерный болван. Ау. Как же их много, и как же мне больно. Больно мне, больно. Эти два придурка слева мне всю малину испортили. Вот эти вот. Блин, ни хрена женьки не видно из этого дыма. Дверь откройте, гайда. Он сказал только что, что я за ящиками? Ни хрена себе. Вот это поворот. А как... А кто их этому научил? Кто у нас нехорошему научил, граждане? За... За ящиками, говорит. Вот чего не ожидал, того не ожидал. Откровенно скажем. Вот это поворот. А как они так предусмотрели, чтобы они... Что они знают, чего говорить? Офига тебе бошку снесло. Гражданин хороший. Офига тебе, блин, я в шоке от положительно. Звезда в шоке. Какой-то интересный пенетратор. Гвоздями, какими-то болтами кидается. Ха. Действительно пенетратор. Ведь пенетрирует. Можно было, конечно, так сделать. Ну ладно. Кто же знал. А оно мне само теперь не помешает пройти-то здесь? Точно нет? Точно? А если подумать? Нет? Окей. Здрасте. Че как? Че как? Че почем? Блин. А много интересного вот у них таких пассажей, которые они могут воспроизвести, типа, а-ля, он за теми ящиками, только, ну, в акцепте других контекстуальных условий. А? Ну, неинтересно стало немедленно. За ящиками, говорит, блин. Пацаны, че-то вас здесь многовато. Почему их так вот иногда расхерачивает в хламину? А, ну, высунься. А че у меня со здоровьем случилось? А, мне в спину накидали. Вот уроды. Так, а это тогда куда ведет? Просто так много всяких... Че-то вдруг проходов разных, типа, один туда-сюда, обратно, блин. Вот к чему это? Вот эта комната, к чему она? К пистолету? Очень странно. Хм. А, это асалт райфл. Не уверен, что мне нужен этот пенетратор. Этот патрон-то для него нет? Ни хрена. А здесь тогда что? Я ж туда вышел. А здесь какой-то обход? О, у тебя перенетратор, я смотрю. О. Вот че здесь. Здесь ничка. А, это эти два мудака, которые мне накидали. Типа... О, да блин, почему у меня со здоровьем потратилось внезапно? Когда они успели? Когда вы успели, сволочи? Где эта падла? Да я-то здесь, да. Да, 3-дэк. О, опять фреймы просели. Даже не знаю, что за фигня с этим. Почему так происходит? Скользает от моего понимания. Так, парни, коре уже со своими фреймами. Я, конечно, понимаю, что игра не новая, но она же не должна себя так вести в любом случае. Так, странно, по крайней мере. Ну, типа, какие предпосылки-то тому, чтобы фреймы вдруг резко падали? Я не понимаю. Откровенно говоря. Ну, ладно. Переживем эту незначительную неприятность. Я даже не знаю. Это замедление помогает мне или мешает, наоборот, уже на этом этапе. Вы видели, что он сделал, кстати, о птичках? Он ящика прокинул. Чтобы сделать себе укрытие. Вот этот поворот. Хрена себе... Ой. Хрена себе мои прописали. Мужик, ты куда пошел-то? Ну, стоять. Стой. Ты... Да... Куда собрался бежать-то от меня? Марафонец, блин. Взял этот... Усейнбул, что ли, местный? И пошел, пошел, пошел. Я, говорит, все. Я устал. Я ухожу, блин. Хватит. Хватит тут. Я не сразу понял, что за фигня происходит. Специфически, конечно, у них обустройство здания. Мягко говоря. Типа, тупиком заканчивается. Ни лестниц, ничего. Зашибись. Ну, так... Так здание обычно не строят. Типа, тупиком заканчивается. Говорит... Откуда они знают, что феттель ими управляет психическим образом? Телепатическим, то бишь. Вы, наверное, об этом где-то что-то говорили? Просто как они выяснили это для себя? Ну, вот. Вот эта организация, которая охотится за феттелем. Откуда они узнали, что он именно так действует? Наверное... А, это мина. Как-то тоже объяснили, но... Ладно. Взял такое. Рефлексы. Отлично. Интересно, сколько я их уже пропустил на этом этапе? Наверное, дофига. Мне теперь еще и под ноги смотреть, чтобы в мину не наступить? Ай-яй-яй. Пенетратор. Кстати, о пенетраторах. Толково придумано. А как мне теперь это прекратить? Вот эта молния... А, понял. Пусть можно было вообще всего этого не делать. Печаль, беда. Ну, а что за хития? Я ожидал, что если я впаду в воду, то все будет в порядке. А, ну, как бы не очень вода. Отражение прикольное, кстати. Сейчас на крысу застрелить можно? Можно. Внимание к деталям, конечно, в этой игре. Мое почтение. Реально очень круто. Это норма? Или что это было? Какой-нибудь невидимый враг? С каких пор... С каких пор тут такое... Ну, вообще, наверное, конечно, не все же... С жильдатами драться. Должно же быть какое-то разнообразие. Правильно? Во врагах. Фок. Я согласен. Я бы так тоже охерел, если бы это увидел, блин. Ухожу я тут, значит, из-за угла, никого не трогаю. На нахер! На старое. Харай, мужик, стой. Ё! Ничего не перепутали? Он гранату мне метнул, блин, прям под ноги. Вот этот меткий, блин, этот стрелок ворошиловский, фактически, если бы это можно было применить к метанию. Кто там у нас замечательный какой-нибудь метатель ядра существует? Я не знаю. Понятия не имею. Спортсмен какой-нибудь. Кто их знает вообще, этих метателей ядра? А никто, наверное. Не, наверное, есть пара в мире эстетствующих фанатов, кто увлекается метаниями ядра, блин. Но я, честно говоря, даже затрудняюсь представить подобных граждан. Особенно те, которые следят за женским метанием ядра. То есть я все это мог пропустить и просто вот так пройти. И там, возможно, я провафлил что-то, да, в этой комнате. Нет? А, да. Тут есть окно-то вообще? Блин, обидно. Я, короче, сегодня... А, можно выключить. Все, понял, понял, понял. Я... Окей. Не ожидал. Что-то там какая-то увлекательная. Давай-ка, да, там, на какую-то станцию чё-то там. Проксимити граната. То бишь... А почему граната-то, а не мина? Загадка. Загадка. Блин, мне теперь хочется прямо с этими парнями, ну, которые враги, да, повытворять всякое в том смысле, что... Ну, узнать, чего они еще умеют говорить интересного. Паук. На нем, правда, испан написано, но мы-то знаем. А, вот так даже. Прикольно. Рэм. Эм. И на что он тут смотрел? Лонгшор Мэн. Дайджест. Рыбацкий кальмонах. Почему стекло не бьется? Интересно, а я вот выкинул вот узик мой, ну, этот юмп, или чё это такое, неважно. А патроны от него у меня остались? Ну, если я подберу еще другой какой-то, вот, просто с автомат... Выпавший с этих одного из врагов. Подберу, значит, да, и... Как? У меня будет опять пустой? Да ты сдохнешь уже? Ни хрена не видно из этого дыма. А чё этот дым-то поднимается постоянно? Даже не знаю. От того, что они попадают в бетон пулями? Видимо, так. Ну, потому что, какие еще могут быть причины, я даже не знаю. Ну, ладно. Нет, весело, в принципе, когда... Если бы не вот эта бодяга с фрейм-дропами... Спустя, там, 5 минут игры, 6-7, где-то примерно так, 5-7 минут, короче, промежутки, когда эта фигня случается. Несколько все-таки расстраивает, конечно-то, но терпимо. Пережить это можно, прямо скажем. Главное, в следующие разы не забывать про то, что игра... А, не, это не игра была проблема. Это был дисплей капчер, потому что... Да, я специально настроил так, чтобы надо было... Короче, не судьба, надо было переключить просто кое-что. Извините. Так вот, мне интересно, что они еще умеют говорить там, всякое. Ну, типа, он за ящиками выкрикнул некто из-за угла. Ай, ай, может быть, они всякое другое умеют там еще, типа. А он там за трубами, он за углом. Он мудила, обратите внимание. Ну, что-нибудь такое. Будем посмотреть. А, соответственно, сегодня все. Шатя, лайк, эти видео, оставляйте ваш фитбэк, наши книги для жалпопредложений, а секция для комментов внизу, подписывайтесь на канал. До новых встреч в эфире, граждане!